Привет, ребята! Давненько что-то мы не использовали напряжение в наших видосах, не кажется? Даже если не кажется, сегодняшняя тема ролика должна вам понравиться. Будем проверять, как ведут себя разные предметы под напряжением 220 вольт, ну или оказавшись в розетке. Кстати, идея с Галлием не моя, а одного из подписчиков, который точно в движухе Live Today. После прочтения коммента мне и самому стало интересно. Этот же металл плавится от температуры человеческого тела, его можно накапать в розетку. Кто не знал, Галлий становится жидким от температуры 29 градусов по Цельсию. В общем, посмотрим, что из этого получится. К тому же, смотреть советуем вам, но не более. Повторять увиденное нельзя-нельзя. Сами знаете, что игры с напряжением опасны и влекут за собой много чего не очень приятного. Вот и мы плотненько запечатаемся в защиту. Очки и перчатки, как всегда, на страже безопасности. Кстати, про эксперименты. Очень рекомендую вам канала, что если. Там видео выходят несколько раз в неделю. Уверен, вам понравятся его опыты. Рекомендую заценить и подписаться. Ссылку на этот крутой канал экспериментов я оставлю в описании под видео. Первым ощутит всю боль электрического тока вот этот мохнатый друг. Кстати, он вам ничего не напоминает, если закрыть глаза на мохнатость. А вот так? Тоже ничего? Ладно, сейчас, две секунды. Ну вот, теперь все как положено. Ребята, включайте креативность и пишите, как бы вы назвали бренд этого телефона. Самые остроумные получат сердечко под коммент. Ну и конечно лайки зрительских симпатий. Что-то мы заговорились, давайте начинать. Старые добрые крокодилы жадно впиваются вплоть к бедного киви. Подаем напряжение. Ииии... Результат не заставил себя ждать. Дым появился моментально. И вместимая фрукта начала превращаться в какую-то пюре хуй. Теперь его вид даже на китайский паленый айфон не потянет. Зато махнатика можно использовать как холст для рисования током. Странно, что никто до этого не додумался. Где наша нобелевская премия за идею, ммм? После нескольких минут эксперимента, киви перестал быть похожим на себя и отошел в мир иной. За эту короткую жизнь он успел многое сделать. У нас на сегодня тоже планы есть, поэтому двигаемся дальше. В следующем всю мощь 220 вольт испытает жидкое мыло. Наклейку бренда специально сдерли, а то вдруг еще владельцы обидятся, что мы их продукцию током фигачим. Чтобы не портить покрытие стола, заюзаем чашку Петри. Ее не так жалко. По бокам цепляем крокодилы. Ну и наливаем мыло. Много мыла. Как только уровень жидкости немного поднялся, крокодилы сразу начали о себе заявлять. Область возле них помутнела, начало бульбить, ну и все естественно искрилось. Интересно, что под действием электрического тока, вся пенка концентрируется у краев чашки Петри, а середина была чистой как поле. Если опустить оголенный провод жидкость, то получится совсем другой звук. Даже мелодии писать можно. Че там говорить, температура аж до 53 градусов дошла. Мы как-то даже не заметили, что по ходу эксперимента на мыло это совсем стало не похоже. Стремно даже руки совать не то что мыть. Ну а теперь настала очередь того, что было изображено на превьюшке. Сейчас металл галлии сразится с электрическим током. Я уже говорил, что плавится он при температуре 29 градусов и поэтому тает в руке. Но есть проблемка, происходит этот процесс слишком долго и в 10 минутный ролик уместиться никак не получится. Плюс ладоши потом остаются в серебрянке, не очень приятная фигня. Поэтому мы воспользуемся благом человечества, который называют чайником. А именно опустим металл в нагретую воду, чтобы и руки не марать и процесс ускорить. Заодно посмотрим, как он на глазах красиво тает. Под водой похоже на какую-то медузу, только не стремно что ужалит. На ощупь вообще никогда не сказал бы, что трогаю металл. Тактильно от воды никак не отличается. На вкус проверять не будем. А вот если залить его в форму, то он снова застынет. Так как галли тяжелее воды, то именно металл заполняет всю форму. На выходе должны получиться гелевые лего-человечки. Вода начала остывать, поэтому металл затвердевает. Вот такие малыши у нас получились. От алюминия так и не отличишь. Человечек, конечно, прикольный, но в руках начинает таять. Держим его над розеткой, чтобы вещество расплавилось и попало туда, где обитает 220 вольт. Долго ждать не пришлось. Человечек сразу начал понемногу съезжать, а через несколько моментов вовсе превратился в жижу. Пробуем заливать. Короткое замыкание случилось, а автомат так и не выбило. Заглядываем внутрь. В принципе, ожидаемо. Во всех секциях находится галли, причем жидкий. У нас остался еще лего-человечек. С ним уже церемониться не будем и сразу подключим крокодилы. Очень прикольно получается. Короткое замыкание, искры летят, а защита не срабатывает и автомат не выбивает. Походу галли не такой хороший проводник, как например медь и алюминий. Хотя лего-человечку явно до этого дела нет. Кто там хорошо проводит, то кто плохо. Вон пол головы вытекло. От одного металла к другому. Да-да, то чем обертывает киндер, тоже металл, который нормально проводит ток. Так что без сомнения зажимаем яйцо в тиски. Думаю на ютубе еще никто киндер. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok